Киев может разрешить Донбассу особые отношения с Россией. Рисунок к статье. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что переговоры в Берлине были нелегкими. Фото с сайта www.germany.mfa.gov.ua Сегодня вечером в Минске может решиться судьба Донбасса. Если встреча Путина, Порошенко, Меркель и Оланда не сорвется в последний момент, лидеры Нормандской четверки к завтрашнему дню представят действенный план урегулирования. Иначе военный сценарий выйдет на новый уровень. Подготовка к встрече глав государств началась в декабре. Планировалось, что переговоры пройдут в Астане 15 января. Однако выяснилось, что стороны не демонстрируют готовности к компромиссам, и западные лидеры сочли встречу бессмысленной. После чего короткое рождественское перемирие в Донбассе сменилось ожесточенными боями. В прошлое воскресенье Владимир Путин, принимавший Александра Лукашенко в Сочи, попросил белорусского лидера предоставить площадку для переговоров в Минске. Мы, лидеры РФ, Украины, Германии, Франции, НГ, договорились о том, что постараемся организовать встречу в таком формате между главами государств и правительств в Минске. Будем ориентироваться на среду, 11 февраля. НГ, если к этому времени удастся согласовать ряд позиций, которые мы в последнее время интенсивно обсуждали, минус сказал Владимир Путин. Согласованием позиций в понедельник в Берлине занимались делегации внешнеполитических ведомств четырех стран. Встреча в закрытом для прессорежиме продлилась около восьми часов и завершилась после полуночи. К утру вторника посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что переговоры были трудными, но завершились с некоторыми ощутимыми результатами. По его мнению, участникам удалось подготовить почву для встречи лидеров государств. Вчера вечером переговорные позиции должны были уточниться в Минске в ходе заседания контактной группы по урегулированию на уровне Украина А.Б.ТУТЬЕ.Е.РФ О том, что на сей раз готовились серьезные решения, можно было судить по появившейся днем информации о вероятности участия в заседании контактной группы помощника президента РФ Владислава Суркова. До сих пор российскую сторону представлял только посол РФ в Украине Михаил Зурабов. Источник в Киеве заверил НГ, что украинскую сторону, как и прежде, будет представлять второй президент страны Леонид Кучма. Он пояснил, что изменений в составе делегации не требуется, поскольку Кучма достаточно опытен и компетентен, а украинская позиция осталась неизменной. Никаких чрезвычайных полномочий не нужно, потому что никаких экстраординарных решений нашей делегации не придется принимать. «Экстраординарные решения – это капитуляция, отказ от суверенитета, независимости и сдача территорий. Ничего подобного не будет», – минус сказал источник. Он отметил, что уступки с украинской стороны возможны только в нюансах, в тактических вопросах. О позиции Киева, которая была в последние дни согласована с западными лидерами, Петр Порошенко рассказал в телефонной беседе с президентом Польши Брониславом Каморовским. Как сообщила пресс-служба, украинский лидер заявил о необходимости немедленного прекращения огня, отвода тяжелой техники и вывода с территории Донбасса и иностранных войск. Под последним в Киеве понимают российские войска без опознавательных знаков, присутствие которых в Донбассе Москва категорически отрицает. Кроме того, на первом этапе команды Порошенко требует освобождения всех пленных, включая тех, кто, как лётчица Надежда Савченко, находится в заключении на территории РФ. Второй пункт, на котором стоит украинская власть, минус необходимость установления контроля под эгидой ОБСЕ за украино-российской границей. Под этим в Киеве подразумевается прекращение поставок оружия техники с российской территории в Донбасс, а также блокирование возможности перехода границы добровольцами. После этого украинская власть намерена провести в Донбассе выборы местных органов власти, согласно украинскому законодательству и под контролем международных наблюдателей. Ангела Меркель отметила, что выборы в Донбассе, результаты которых будут признаны Украиной и миром, минус ключевой момент регулирования. Как по мне, в этом и заключается суть Минского соглашения, должны быть проведены местные выборы в соответствии с украинской конституцией. И в результате этого у вас, у жителей Донбасса, НГ, будут представители, будет власть, те, кто может говорить от имени региона, минус пояснила она ситуацию западным журналистам. Только легитимная местная власть позволит наладить прямой диалог между Киевом и Донбассом, отметила Меркель. Замглавы администрации украинского президента Валерий Чалый снова повторил, что законно избранные и подчиняющиеся Киеву местные власти в Донецкой и Луганской областях получат широкие полномочия. Но для их избрания нужно вначале прекратить войну и вывести иностранные войска из региона. Прекратить войну, отвести вооружение. После этого, очевидно, провести местные выборы, но согласно действующим законам Украины. И потом начать уже с легитимно избранными представителями проводить процесс нормального урегулирования. Здесь может быть, это еще не решено, специальная экономическая зона, здесь могут быть особые отношения с Россией. Хотят взять больше самоуправления, берите больше самоуправления, минус сказал чиновник в телевизионном интервью в понедельник. В его словах, видимо, кроется смысл компромиссов, к которым готовы в Киеве. Вчера украинские аналитики, с которыми общался корреспондент НГ, отказывались прогнозировать итоги сегодняшней встречи. Эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач отметил, что за последние дни все аргументы уже были использованы, все позиции изложены. Есть только два пути, мир или война. По какому из них будет развиваться ситуация, зависит от того, с чем в Минск приедет президент РФ, либо они перестанут поддерживать ЛНР и ДНР, либо примут решение идти до конца. В последнем случае Украине и Западу останется дать России двигаться в этом направлении, минус сказал он. Эксперт пояснил, что любой украинский президент отстаивал бы независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Иного не позволит общество. И команда Порошенко не отступит от требования вернуть Украине Крым и вывести российские войска из Донбасса. Но в том и проблема, что российская сторона до сих пор не признавала ни незаконность аннексии Крыма, ни свое участие в конфликте на востоке Украины, минус отметил он. Вчера в Киеве сомневались, что сегодня в Минске ситуация радикально изменится. Ангела Меркель в Вашингтоне тоже осторожно комментировала перспективы сегодняшней встречи на высшем уровне. «Я не могу дать никаких гарантий относительно результатов переговоров в среду. Может быть, ничего и не получится», минус передали ее слова информагентства. Украинский журналист «Голоса Америки» Мирослава Гангадзе, комментируя встречу президента США с канцлером ФРГ, сообщила, что, на ее взгляд, у Меркель уже нервы не выдерживают иметь дело с Путиным, но она держится из последних сил, потому что понимает значимость проблемы. Она отметила, что ЕС и США неохотно, но вынужденно включаются в конфликт. Общая позиция заключается в том, что российская сторона должна до конца недели остановиться, иначе Запад введет новые санкции и может предоставить Украине оружие. Госдепартамент США официально сообщил, что представители Вашингтона не будут принимать участие в сегодняшней встрече в Минске, но будут следить за развитием событий и координировать свои действия с участвующими во встрече лидерами Германии и Франции. В зависимости от ситуации на следующей неделе может быть принято решение о форматах и объемах помощи Украине. В последние дни ситуация в зоне конфликта снова обострилась. В СМИ поступала противоречивая информация, которая по состоянию на вчера не находила убедительного подтверждения. Было известно только о стремительно менявшейся обстановке в районе Дебальцево, а также о новом направлении боев, в районе Краматорска, вплотную к границе с Харьковской областью. Представители волонтерской организации сообщили НГЭ, что с вечера понедельника стало невозможно продолжать эвакуацию жителей. Заблокированными оказались Дебальцево, Чернухино, Троицкое, Авдивка, Светлодарск. Паника среди мирного населения из-за постоянных артиллерийских ударов усиливалась тем, что по состоянию на вчера не было достоверной информации о последствиях произошедшего в ночь на 9 февраля мощнейшего взрыва на военном химзаводе в Донецке. Уполномоченный президент Украины по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе, депутат Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила, что безопасных коридоров для эвакуации мирных жителей больше нет. Она отметила, что обстрел позиции украинских военных со стороны сил ЛНР и ДНР тоже усилился. Геращенко увидела тенденцию в том, что бой становится особо ожесточенными накануне важных переговоров по урегулированию. Накануне встреч в Минске боевики пытаются показать всем силу, шантажировать. Она добавила, что украинские дипломаты делают все, чтобы президентские переговоры сегодня состоялись. Несмотря ни на что, все международные силы привлечены, потому что действительно никто не хочет войны. Все осознают, какими рисками придется за это платить. Спикер украинского МИДа Евгений Перебинис в эфире 5 каналов понедельник к вечером подтвердил, что сегодняшняя встреча в Минске – последний шанс разрешить конфликт дипломатическим путем. Но для этого, по его словам, нужно вначале признать очевидное событие в Донбассе – не гражданская война, а следствие внешней агрессии. Но заявления, которые мы видим от России, от российского руководства и российских дипломатов, в Мюнхене, в частности, не имеют никаких признаков того, что Россия хочет и способна пойти на какой-то компромисс в этих вопросах. Минус сказал Перебинис. Он отметил, что если общий подход к вопросу о причине кризиса не будет выработан, то и решить проблему будет невозможно. Запад сегодня все же надеется на какое-то конструктивное решение. Но готовятся и к плохому сценарию, Минус сказал представитель МИД Украины. Плохой сценарий, по словам украинских экспертов, означает провал или отмену сегодняшней встречи в Минске. Что приведет к прогнозируемому ухудшению ситуации в Донбассе и вероятному разрастанию конфликта. Примечательно, что вчера Верховная Рада сделала шаг к упрощению поставок иностранного оружия. В налоговый кодекс были внесены изменения, освобождающие от налогообложения импортную продукцию военного назначения. Эта норма не распространяется на поставки оружия из страны, которая признана агрессором, оккупантом, а также на поставки оружия с оккупированных территорий.